Страны Запада сядут за стол переговоров с Путиным, несмотря на его ордер на арест? Какие страны и дальше будут поддерживать Украину? И может ли 2024 год стать решающим для режима Путина? Об этом расскажет глава Центра прикладных исследований Андрей Каракуц. Вообще, на самом деле, на фоне пропагандонских криков о том, что мы на переговоры не пойдем. Нет, мы не пойдем на переговоры, ни в коем случае. Особо интересно видеть и наблюдать, что на самом-то деле уже даже Китай, я уже не говорю о странах западных демократий, уже даже Китай не поднимает тему переговоров так активно, как поднимал раньше. То есть о переговорах сейчас никто не говорит. Можем ли мы воспринимать это как понимание цивилизованного мира, что переговариваться особо не с кем, что нужно побеждать Россию и что нужно вооружаться для того, чтобы избежать подобных инсинуаций со стороны тирании в будущем? Вопрос переговоров действительно периодически всплывает. Потом, когда начинают анализировать, насколько реально, насколько вообще готовы обе стороны к тому, чтобы начинать хотя бы разговоры о переговорах, то есть не саму даже процедуру, то здесь все упирается в реалии. В первую очередь Украина имеет достаточно конкретные цели, которые были уже много раз соглашены, которые заключены в формуле мира, которые имеют, скажем так, полную народную поддержку, поддержку населения. То есть конечная цель, выход границы 1991 года, восстановление, соответственно, экономики за счет российских репараций и преследования военных преступников. Ну, я здесь не буду углубляться. Со стороны Российской Федерации подобные заявления, да, они часто звучат. С одной стороны, с другой стороны, верить россиянам, ну, после тех многочисленных нарушений международного права, после фактически вот этих всех военных преступлений, после того, как Путин, его ближайшее окружение, да, насколько они завязывали в этой войне, насколько вообще их власть зависит от этой войны, аналитики прекрасно понимают, что все это может быть, ну, скажем, просто, опять же, для внутренней публики, может быть, попыткой как-то наводить отношения с какими-то ближайшими партнерами, но вот какой-то конкретики никто не ищет. Ну, и в данном случае нужно следить не за словами, а следить за фактами. А факты какие? Российская Федерация в следующем году увеличивает военный бюджет официально, то есть мы не знаем, насколько там неофициальные были цифры, ну, вот официальные цифры российского бюджета практически на 70%, все программы рассчитаны также не только на следующий год, наверное, на 2025 год, и вот эта риторика, которую использовал Путин в самом начале вторжения, и перед ним относительно того, что вот там триединая нация, о том, что российский мир требует, ну, сама идея российского мира, она является актуальной, но он снова об этом заговорил. То есть как-то пропало это все, а теперь снова все эти речи, то есть видно, что Путин взбодрился, видно, что он готовится к каким-то новым боевым действиям, ну, и давайте не забывая, что в следующем году будут, я бы не назвал это выбором, ну, такая вот процедура, во время которой Путина снова назначат, и сам себя назначат президентом Российской Федерации, имитируя какое-то водоизъявление, и вот так же до этого всего шоу ему нужны какие-то победы, нужны какие-то, соответственно, продвижения, там показывать что-то по телевизору, пугать запад, то есть, ну, все это клубок тех самых действий, которые Российская Федерация, в принципе, идеально уже использовала на протяжении последнего десятилетия. Ну, или как минимум риторика, да, если не получится с реальными победами, то как минимум риторика необходима именно такая, победобездная. И вот тут вы, кстати, очень к месту упомянули имя Путин ВВ, потому что еще одно осознание, которое должно быть у наших российских зрителей, о том, что для того, чтобы переговоры, в принципе, были, необходимо иметь переговорные стороны. И тут абсолютно четко видно и понятно, что там на Западе переговорные стороны известны, они озвучены, да, кто представляет за... В том числе в Украине абсолютно четко понятно, кто представляет за... Кто должен, по идее, являться переговорщиком с российской стороны? А вообще непонятно, потому что с Путиным-то разговаривать никто не хочет уже, от слова совсем. Более того, Путин под следствием Международного криминального суда, и поэтому тоже с ним никто разговаривать не будет, и даже вопрос этот не поднимает. Да, я согласен. И действительно, Путин является военным преступником, и эти преступления, даже это не то, что Российская Федерация, ее военные делают на поле боя, имеется в виду военные преступления против цивильных. То есть его осудили в данном случае за то, что вывозили, депортировали детей, да, идут, соответственно, еще и другие разбирательства. То есть вот это конкретные факты, относительно которых, ну, безусловно, Путин будет и дальше нерукопожатным. И давайте не забывать, вот Россия заявляет о том, что она не является членом Международного криминального суда, и то есть не признает его юрисдикции, но Украина признает юрисдикцию, и, соответственно, те преступления, которые Россия делает на территории Украины, то есть там на своей территории они могут делать, что хотят, это является уже основанием для того, чтобы как раз вот арестовать товарища Путина, его окружение, его вот этих всех уполномоченных. То есть во время судебных всех этих процессов будет доказано, что они являются военными преступниками, никто с ними разговаривать не будет. Да, тут действительно возникает большая проблема, и руководство Украины уже заявляло о том, что не будет вести переговоры с Путиным. Президент Байден, кстати, достаточно часто повторяет о том, что также с Путиным ввести договариваться фактически невозможно. И, по сути, то, что Запад хотел бы, чтобы произошло в России, да, никто не хочет распада России, все боятся, безусловно, что будет неконтролируемое распространение ядерного оружия, в целом это нестабильность, я думаю, там никому не выгодно решение затем проблем безопасности, но в чем заинтересованы и Украина, и страны Запада, это, в первую очередь, смена режима в Российской Федерации, чтобы этот режим, он признал ошибки предыдущего, то есть путинского имеется в виду текущего, чтобы он согласился на военные, на компенсацию, да, согласился, соответственно, сотрудничать и выдавать в том числе военных преступников. Вот с этим проблемы. Здесь для того, чтобы дожать Россию, я считаю, что делается недостаточно, в первую очередь, в экономической сфере, Россия, к сожалению, находит пути обхода санкций, налаживает сотрудничество, да, с другими странами, не западными, то есть здесь еще работать и работать. Если вернуться к переговорному процессу, вот с Соединенными Штатами все было понятно с самого начала, с Украиной точно так же, но Европа, у нас две персоны, на самом деле, да, которые в течение вот первого года войны вели себя, мягко говоря, странно, да, там, А Макрон ждал созвонов с Путиным, как ждет любовник молодой минуты томного свидания, да. Как его, господи, Шольц тоже считал, что необходимо, вот обязательно необходимо поговорить, обязательно необходимо с Путиным что-то обсудить и так далее и тому подобное. Как сейчас с этими двумя достойными мужами Евросоюза? Ситуация с ними достаточно интересная. С одной стороны и риторика изменилась, и уже есть конкретные, скажем, такие действия со стороны Германии, которая увеличивает свою военную поддержку Украине. Со стороны Франции, кстати, она особо не увеличилась, но Франция также изменила свое отношение относительно будущего членства Украины как в Европейском Союзе, так и в НАТО. То есть здесь налицо изменения внешней политики, то есть по сравнению с 2022 годом это безусловный прогресс, но опять же и Макрон, и Шольц, они все равно, ну, такое впечатление, да, что оставляют, оставляют это окно возможностей для Путина о том, чтобы договариваться, о том, чтобы пытаться как-то прекратить этот конфликт, заморозить его, то есть, скажем, не обрубают, не обрубают полностью все концы, то есть не говорят, что мы с Украиной до конца, мы с Украиной до победы, до того, чтобы, да, там, вот эти все цели достигнуть. Здесь также, как и в целом, вот многие западные политики, они говорят о том, что мы будем поддерживать столько, сколько нужно, но столько, сколько нужно обычно заканчивается электорайным циклом. И вот здесь как раз проблема. Электорайно тот же самый Шольц в Германии сейчас крайне непопулярен, его коалиция, она также сейчас, если проводить выборы, она наберет, ну, не получит уже того большинства, и оппозиционные партии, ну, такие как ХДС, ХСС, понятно, но на втором месте уже идет альтернатива для Германии, и еще также появилась партия крайне левая, которая также претендует на места в парламенте. И вот именно эти силы, именно эти силы, это в Германии, во Франции, кстати, если посмотреть последние рейтинги, то и Марины Пен также набирает более 30%, вот эти, это означает то, что накануне очень важных выборов Европарламента, летом 2014 года, 2024 года, извиняюсь, растет популярность вот этих крайне правых и крайне левых сил популяристических, которые, ну, если не прямо поддерживают Путина, то готовы с ним, скажем так, говорить, готовы его слушать, готовы с ним какие-то, да, проводить консультации, и вот в этом опасность в том, что даже вот эти текущие лидеры, которые нас поддерживают, в следующем году они могут столкнуться немного с другой ситуацией, ситуацией, скажем, роста как раз популяристических проектов, политических, опять же вспомним Нидерланды, где победил Вилдерс. Эта тенденция, она достаточно пугающая, потому что как раз если Европарламенте не удастся сформировать, скажем, большинство, которое будет открыто проукраинским, соответственно, это позволит России еще дальше вмешиваться, еще больше пытаться влиять на политику этих государств, ну и вот как раз Венгрия и Словакия, это вот прообразы, прообразы того, что может быть, когда к власти приходят популяристические силы, и которые используют, используют консульт в Украине, в том числе, чтобы показывать, имею в виду российско-украинскую войну, чтобы показывать, что вот если мы не достигнем мира, если мы не будем договариваться, то экономические проблемы будут только ухудшаться, и вот здесь Российская Федерация, да, появляется, говорит, ага, давайте разговаривать, давайте подписывать мирный договор, давайте замораживать, то есть вот как раз про то, что мы говорили с вами в самом начале, то есть вот эти тактика России с мирными переговорами, это как раз попытка в том числе и повлиять на общество, на общество, да, европейских стран, чтобы показать, что вот Россия выступает с такими инициативами, а вот Украина и Соединенные Штаты, они готовы воевать до конца, они готовы, соответственно, то есть они там, ну, обвиняют же их, соответственно, в нацизме, в расизме, там еще каких-то других измах, которые Путин выдумывает, и в данном случае действительно на это вот уже брошены пропагандистские усилия, чтобы показывать, что Россия вот такой голубь мира, а вот страны Запада подталкивают Украину к дальнейшим боевым действиям. Есть ли у вас ощущение, что при возможной смене элит в Европе к власти придут люди, которые могут опять сделать Путина рукопожатным? Не Россию, а именно самого Путина? Или же все-таки преследование Международного криминального суда, статус военного преступника будет удерживать, ну, не совсем уже таких, типа откровенных пророссийских политиков а-ля Орбана или Фитца, да, ну вот там, условно говоря, тот же Вилдерс, он вон уже сколько времени прошло с момента его избрания, до сих пор, ну, он ни слова не сказал по поводу того, что нужно садиться за стол переговоров с Путиным. Давайте вернем Путина на переговорный трек. Думаю, что как раз Международное решение Международного криминального суда, суда это в данном случае уже не имеет какого-то обратного возможности вернуть его вспять, и Путин останется нерукопожатным для лидеров как раз европейских, ну, я опять же не имею в виду Орбана и каких-то открыто пророссийских политиков, но вот таких стран, таких стран ключевых, той же Франции, Германии, я не вижу, что они будут, скажем так, ехать к Путину и там договариваться, возобновлять отношения. Почему в целом эти страны, они свою политику строят на уважении Международного права, Международного гуманитарного права, то есть то, что делает Российская Федерация, это нарушение, если, скажем так, это зло не будет наказано, то мы в результате увидим, ну, скажем, поражение тогда уже всей Европы. А что, собственно говоря, сам Путин, он действительно хочет переговоров, они действительно ему нужны, судя по той активности, с которой они заявляют, что никто переговариваться не будет, пропагандоны, да, а в то же время российская верхушка в виде там, со самой бункерной моли, в виде порнокопытного министра иностранных дел, да, вот они все говорят о том, что да мы, ребята, да мы готовы, да мы в любой момент, действительно ли России нужны переговоры. Безусловно, Путин может заявить о том, что он достиг каких-то успехов, может заявить о том, что заканчивает специальную военную операцию, но, скажем, он уже вовлек себя в такие процессы, которые, ну, я бы назвал попыткой вообще в целом изменения международной системы безопасности, какой-то глобальной вообще, глобальных процессов и попытка вот как раз нанесения поражения всему Западу. Как считает сам Путин, вот выход из Афганистана с Соединенными Штатами, там было такое вот конкретное поражение, ну, и вот как раз, если Запад откажется от поддержки Украины, либо Российская Федерация сможет сохранить свои территориальные завоевания, это вот как раз будет еще один удар, который позволит России говорить о том, что вот мировая западная гегемония, она закончилась, и наступает новая эра. Здесь Путину как раз, я думаю, ну, вообще нет никакого смысла останавливаться, вся эта война, она теперь является частью его, скажем, образа, является, скажем, основанием, фундаментом, фундаментом, все его поддержки, и то, что он делает Российской Федерации, все вот это закручивание гаек, в случае окончания войны, ну, просто-напросто будет затем очень сложно сдерживать. Очень много противоречий, которые сейчас спрятаны, спрятаны и оккупируются искусственно, в том числе с помощью этой войны. Как только война заканчивается, они все резко открываются, это и Северный Кавказ, это и социально-экономическая ситуация, это в том числе какие-то притязания уже и со стороны других государств, не будем забывать про Китай, кстати. То есть Россия сама сейчас загоняет в такую ситуацию, с которой выхода просто не будет такого простого, без посредствий для территориальной ценности, для режима, то есть здесь, скажем, нет уже. То есть когда Путин начинал эту войну, он должен был понимать, что уже конец какого-то легкой прогулки не будет ни для него, ни для страны. Ну то есть в данном случае это как раз была грубая ошибка, но вот посредствия ее, к сожалению, мы увидим не так скоро. Дотянуть Россия может еще сколько угодно. На соплях и сухарях они могут тянуться с верой в царя и отечество, в нищете, в обломках и в объедках, они могут тянуть десятилетия. А вот восстановить свой наступательный потенциал за два года или там за четыре года, сделать то, что они делали до этого десять лет или восемь лет, то есть в два раза быстрее при современных исходных, при изменившемся мире, мне кажется, задачей даже для российского арабского общества достаточно нетривиальной. Ну то есть это, это по сути дела, как Сталин в свое время, да, загонял подростков на завод для того, чтобы они точили снаряды, в то время как их отцы и деды на фронте местными штурмами берут какие-то позиции. Но это был Сталин, Путин не Сталин, и современная Россия это не советская Россия. Там нет идеологии коммунизма, там нет вообще никакой идеологии, которая могла бы поднять на рот. Путин пытается такую идеологию создать, ну и вот этот ревизионизм как раз внешнепоэтически это одна из его составляющих, вторая составляющая это вот этот русский мир. Ну мы понимаем, да, что это все в первую очередь бредни псевдоисторические, которые используются исключительно пропагандой, но проблема в том, что все это рассказывается со скольной скамей. Вот Андрей, да, оно же не сильно взлетает на самом деле. И в чем также основное отличие России от Советского Союза? Советский Союз, он был более, скажем так, независимый экономически, то есть понятно, что там были большие инвестиции в строительство тех же самых заводов, но индустриализация, все эти процессы позволяют Советскому Союзу выступать таким, скажем, независимым центром сил. Сейчас российская экономика, ну она во многом зависит как раз от экспорта ресурсов, ресурсов, да, то есть не готовой какой-то продукции. И в этом огромная слабость как раз России, то есть с одной стороны это могут быть элементарно понижения цен на эти энергоресурсы, когда произошло, кстати, в 80-х годах. И это стало одной из причин распада Советского Союза. А во-вторых, ну опять же, и происходят изменения технологические, будет падать зависимость от углеводородов. И третий момент это то, что Россия все больше и больше себя загоняет в зависимость от Китая. Вот последние цифры, да, двухсторонние торговли, что уже там превысили только за последние 11 месяцев уже более 200 миллиардов долларов торговли, а это как раз демонстрация того, что Россия все больше и больше, скажем, становится частью не русский, то есть не русский мир продвигает, а остальное со частью китайского мира, китайской вот этой стратегии, которая действительно имеет глобальные амбиции, которая построена на том, которая планирует построить альтернативы с альтернативным Соединенным Штатом мировой порядок. То есть вот здесь как раз тенденция очевидна, и кто знает, что там в 2028 году действительно будет, будет и сама Россия, будет и тот самый Путин, или может там уже будет китайская Сибирь. Да, абсолютно верно, да, с Китаем разговаривать могут, с Китаем разговаривать хотят, потому что понимают, кто является на самом деле полюсом силы. С Путиным переговариваться они не хотят, и вот, кстати, недавнее посещение Лавровым саммита ОБСЕ, да, и то, что на него не приехали или не принимали участие в контакте с российской делегацией основные игроки, это же тоже показатель того, что Запад вообще в принципе не рассматривает варианты переговоров с Путиным в нынешнем, нынешней политике на Западе, да, потому что как бы, ну такие же площадки, как ОБСЕ, это же прежде всего площадки для контактов, а тут Запад, Запад просто с этой площадкой, о, да, извините, ребят, у вас тут Россия завелась, поэтому мы пошли. Сама по себе организация, которая создавалась с целью диалога тогдашнего Запада и тогдашнего Востока, ну, СССР, в дальнейшем правоприемника России в данном случае, она просто-напросто сейчас решилась вот этой договорной базы, то есть если мы хотим, чтобы эта организация дальше работала, ее основная задача, которая состояла как раз в диалоге, ну, оснований до этого нет. в ОБСЕ есть много других достаточно важных функций, там, в том числе, соблюдение различных прав меньшинств, наблюдение за выборами, однако основная функция, она фактически сейчас не работает. А почему Россию не выгонят, кстати, из ОБСЕ? ОБСЕ, ну, сама по себе эта структура, да, она, все ее решения, они абсолютно рекомендационные, они не могут создавать какие-то миссии, как, например, та, которая работала в Украине до 2022 года, но само принятие решений, само принятие решений основано на, принципе, консенсуса, то есть если одна страна против, то решения не будет принято. Кроме Российской Федерации, там есть еще Беларусь, ну, Бенгрия, не знаю, там еще какие-то прекрасные страны, которые теоретически могут Россию поддержать, то есть в данном случае либо уже распускать все ОБСЕ, ну, исключить одну Россию, то есть можно, да, там какой-то механизм, чтобы голосовать за исключение в одной страны, но опять же у России все равно в этой организации есть союзник. Можно ли сказать, что западные элиты сдуваются в своем желании покончить с Путиным, ну, имеется в виду не те элиты, которые сейчас, да, те элиты, которые сейчас, они четко выражают свою поддержку Украине и свое нежелание с Путиным разговаривать, да, а вот те элиты, которые могут прийти, и что вот сейчас потихонечку они там, типа, начинают думать или говорить, во всяком случае, артикулировать, что нужно все-таки выступать на переговоры. И все это до того момента вот остался же, на самом деле, последний рывок. Нет ли у вас вот такого ощущения, во-первых, что вот такие элиты приходят, да, и во-вторых, что, ну, на самом-то деле осталось недолго, остался вот последний рывок для того, чтобы завалить эту бункерную морю размером с динозавра. Вот если будет принята программа финансирования до 2027 года от Европейского Союза, если будут подписаны двусторонние гарантии о безопасности между Германией и Украиной и ратифицированы затем в немецком Мудестаге, соответственно, во французском парламенте и так далее, и так далее, это уже будут процессы, это будут институции, которые очень сложно будет повернуться в патт. То есть это не поддержка AdHoc, это поддержка, которая уже превышает электоральные циклы, превышает, то есть является уже стратегической по сути. И, кстати, ну, мы тоже можем разговаривать с этими всеми силами, тоже будем пытаться доносить им свое видение, то есть Украина в данном случае остается жертвой неправомерной, несправедливой агрессии, которая, ну, по своим масштабам является самым крупным конфликтом после Второй мировой войны в Европе. И этот факт никуда не исчезает, российские военные преступления никуда не исчезают, и даже вот эти попытки России, ну, давайте там дружить, ну, они в ряды приведут к тому, что все там скажут давайте. Россия раньше использовала, в первую очередь, как раз экономические рычаги, использовала вот эти различные информационные компании, но сейчас во многом эти возможности, ну, они были просто-напросто, теперь они их решены, и говорить о том, что вот Россия сейчас может стать снова каким-то влиятельным игроком в европейской политике, то есть быть спойлером, да, а вот, соответственно, вести какую-то конструктивную деятельность будет очень сложно, то есть здесь, я думаю, как раз неотратимые процессы уже произошли. кстати, вот, опять-таки, спасибо огромное, Андрей, за то, что вы упомянули такой регион, как Южная Европа, потому что как раз Южная Европа может являться ярчайшим примером того, о чем мы с вами только что говорили, когда к власти в Италии шла политическая партия братья Италии и ее лидер Джорджио Мелони, евроскептики, консерваторы социальные, национал-консерваторы, более того, некоторые их называли итальянскими националистами, да, и все ожидали, что вот, наконец-то, они придут, и у них риторика была очень яркая, да, вот, наконец-то, они придут, и Россию получат себе союзника извечного на юге, да, и пришла Джорджио Мелони, которая стала одним из самых ярких, последовательных и горячих поклонников и помощников для Украины, да, поэтому, ну, все, на самом деле, правые партии, многие правые партии ведут очень активную риторику в предвыборной борьбе, но придя к власти, занимают абсолютно другую позицию, чем которую они озвучивали до этого. Да, я согласен, и как раз из-за того, ну, очень-очень мало таких случаев, как та же самая Венгрия, где партия Орбана, она получила абсолютно большинство, в основном эти партии вынуждены как раз формировать коалиции, и уже в коалициях, да, их, соответственно, сторонники, они имеют, скажем, уже другие позиции, то есть здесь сложный политический процесс, вот почему, кстати, в Нидерландах, смотря на то, что Вилдерс победил, сформировать правительство, ему будет достаточно сложно, а вот его как раз ключевые тезисы, они касаются внутренней политики, внешней политики, то есть здесь также, я думаю, будет возможность до компромисса, в том числе, относительно поддержки Украины, и вот случай с Нидерландами, это хороший пример того, что долгосрочные программы уже существуют, и разрывать их, ну, уже даже какому-то пророссийскому правительству будет достаточно сложно, потому что завязаны эти программы и на собственную экономику, но также и на партнерство с другими странами, то есть здесь уже это будет фактически разрыв отношений, разрыв долгосрочных контрактов, то есть это уже никому не выгодно, и это может привести как раз к критике данного правительства, то есть если все эти механизмы начнут работать, ну, они уже работают, по сути, да, то есть процессы, там, в том числе производства оружия до Украины, это все долгосрочная стратегия, то есть здесь просто-напросто мы, скажем, должны просто надеяться на то, что и политическая поддержка, она будет сохраняться, то есть паниковать рано, и возможно как раз Путину необходимо паниковать, и вот этой как раз своей риторикой, скажем, он пытается с помощью файши раскачивать общество, демонстрировать, что он побеждает, хотя на самом деле эта позиция не факт, что является реальным. Войдя итог нашему с вами разговору, можно ли сказать о том, что на данный момент и в течение ближайшей какой-то перспективы, если брать реальные действия, а не предвыборную риторику, переговоры с Россией не нужны и неприемлемы, а до того, как Россия начнет совершать какие-то шаги под эскалацией ни для Европы, ни для Западной Европы, ни для Соединенных Штатов, про Украину и Восточную Европу. Я молчу, потому что для них это априори невозможно. В течение ближайшего года говорить о мирных переговорах будет достаточно сложно. Нужно понимать, что в целом поддержка этих стран она будет сохраняться, возможно, не в тех объемах, но критически необходимые все средства будут поступать. Для Путина, наоборот, как мне кажется, его вот эта ставка на политическую турбулентность Европы и США, если она не сыграет, для него здесь уже начнутся проблемы, ему нужно будет и дальше объяснять населению, почему ухудшается экономическая ситуация, почему продолжают гибнуть россияне, почему, соответственно, где конец, где эти цели мифические, то есть здесь ему уже придется, я думаю, как раз задумываться о том, а что же будет в 2025-м. Я, кстати, думаю, что действительно 2025-й год будет для Путина, для Путина вот таким решающим, когда придется, даже если не ему самому, то его окружению принимать решение, что делать дальше. Надеемся, что 2024-й год станет не просто решающим для Путина, а последним годом его жизни.